Привет, Анатолий! Привет, Наталья, привет! Я знаю, что ты участвуешь уже не в первой программе Артёма. Чем тебя привлёк именно этот тренинг? Можешь ли ты сказать, пройдя два месяца, что ты на правильном пути? Да, в общем-то, этот тренинг привлёк меня тем, что здесь я получаю практические советы и знания, которые позволяют мне продвинуться в достижении своей цели, мечте своей, именно к финансовой независимости. Достижение финансовой независимости. В части того, что самостоятельно, допустим, я изучала литературу, смотрела уроки, видеоуроки некоторые, вот самостоятельно, конечно, достичь этого очень тяжело. Здесь же, даже в случае, если ты и отстаёшь в каких-то вопросах, то группа поддержки своевременно окажет помощь. Ты можешь обратиться спокойно по любому вопросу, который непонятен. То есть не надо дополнительно оплачивать эти услуги. Всё включено в условия этого тренинга. Ну, вот так кратко. Я согласна, что тренинг очень продуман со всех сторон. Вот мы выполнили уже много разнообразных заданий с начала тренинга. А что для тебя оказалось наиболее полезным? Что ты уже применяешь в своей жизни? Ну, наиболее полезным, конечно, для меня с этого тренинга, именно какие принципы я для себя положительные извлёк. Это то, что для достижения своей финансовой независимости и достижения цели, достижения именно миллиона, вершины миллиона, именно на пути к этой цели, я считаю, единственное то, что может оказать помощь, существенно продвинуть, ускорить этот путь, это инвестиции, участие в инвестиции. Да, мы как раз сейчас приступаем. Уже считаем сложные проценты. Я думаю, ты это уже знаешь. Да, да, это как раз вот и есть начало именно финансового ликбеза того, который Артём преподносит для всех участников тренинга. В общем-то, то, что инвестиции существенно влияют на достижение финансовой независимости, я об этом знал и ранее. Ну, в принципе, я участвовал в некоторых инвестиционных фондах. По его инвестиционным фондом Пётр Столыпин я вкладывал деньги тоже. Я уже опыт кое-какой, ну, незначительный, но имею. И я убедился, что инвестирование, в общем-то, приносит свои плоды. В отличие от депозита банковского. Здесь совсем другие. Ну, можно, правда, продуманно, конечно, надо инвестировать. Ну, тем более, что вот Артём предложил, что с этого участия в тренинге, я понял, вот именно Артём предлагает вложение в зарубежную недвижимость. Потому что на рынке недвижимости в России здесь рынок, ну, не очень надёжный. А вот зарубежный, там более устоявшийся рынок, там наиболее возможно реально продвинуться. Ну, для этого необходимы, конечно, существенные суммы, чтобы были финансовые суммы. Да, я с тобой согласна, что будущему миллионеру без инвестиций и без знаний в этой области никак не обойтись. А вот у нас проводятся различные мероприятия в процессе тренинга. Как ты относишься к недавнему отключению некоторых участников от доступа в группу в связи с отставанием по урокам? Поможет ли это отстающим проявить упорство и выполнить все задания? Как ты считаешь? Бывают ведь различные причины, там кто-то позже пришёл в этот тренинг, так кто-то уважительные причины. Ведь мы все люди, можно сказать, земные, земные, в каждом свои проблемы есть, так вот. Конечно, да. И смотрят, исходя из того, то есть мы не свободные. Мы не свободные как таковые, типа вот только тренинг и всё. Да, мы все сюда добровольно пошли, но мы не свободные от земных наших задач. В этом случае, ну, варьировать надо, то есть не всех под одну гребёнку отключать, конечно, не всех. А те, кто категорически, можно сказать, хронически отстающие, те, которые не хотят работать, не хотят заниматься, продвигаться. Вот, это же можно определить элементарно. Этих, конечно, надо жёсткие меры применять и так далее, чтобы они, если не хотят, значит отключать, убирать с пути. А тех, кто, допустим, ну, буквально 2-3 урока там пропустил, но не стоит их отключать. Я думаю, так, моё мнение такое. Потому что это влияет, в дальнейшем наложение происходит, отставание по другим позициям. Ну, и ущемляет как-то человека. То есть мы здесь добровольно, мы здесь все сознательно пришли. И здесь, как таковых батаков, мы не должны быть всех, всех одинаково бить, типа, за отставание. Я понимаю, о чём ты говоришь. Наверное, просто технически это и по времени, и более сложно сделать. А так, да, индивидуальный подход был бы только плюсом. Я согласна. Многие, наверное, сейчас размышляют, стоит ли присоединяться к нашему тренингу. Для кого, по-твоему, эта программа принесёт ожидаемый результат и сделает их успешнее и счастливее? Наталья, ну, этот тренинг, я думаю, лично моё мнение, что он принесёт успех только тем, кто находится в поиске и постоянно желает работать, двигаться, изучать что-то, познавать. А те, кто случайно пришли, типа того, что вот даже имея деньги, типа, вот, да, я вложил, там есть возможность там прокрутить. И всё, на этом, то есть, надеясь на кого-то, не изучая рынок, не изучая эти финансовые дисциплины, вот, не изучая, не анализируя свои ошибки, а надеясь на авось, те, конечно, ну, это люди случайные здесь. Это случайно. Они всё равно будут спотыкаться, они всё равно неудачники, и таких неудачников полно. Мы, вот, и ВКонтакте, в интернете, в ромнете встречаем часто, которые, вот, мне даже после того, как я внёс в инвестиции 800 тысяч рублей, так, мне сразу посыпалась куча недоброжелателей к Артёму, типа того, что вот, куда вы вложили, вы что, вас обманут, вас обманули, вы, типа, потеряете эти деньги. Вот, ну, вот такие доброжелатели, которые мы, типа, вот, обучались, но мы потеряли в этом, нам деньги не вернули и так далее. Да, эти люди, вот, типа, среди тех же, вот, участников тренинга нашего, которые в настоящий момент ничего не сделали, вот, прошли мы уже там, путь уже довольно-таки приличный, вот, но они находятся на начальной ступени ещё развития, участия в тренинге. То есть, эти люди, конечно, они так и не получат ничего, никаких знаний, ни продвижения, вот, и, естественно, у них останется мнение об этом тренинге какой. Они надеялись, что манна небесная посудит. Нет, здесь надо работать. Работать, работать, ещё раз работать. Да, я согласна, это для тех, кто стремится к развитию, а если стоять на месте, да, и ни в чём не участвовать, не выполнять задания, то никакой пользы не будет. Да, ну, и вот, Наталья, я, так сказать, мысль прервал там, о том, что я всё-таки 59 суток, там, не полные два месяца, так, но, в принципе, от этих 800 тысяч рублей вложенных я получил около 34% уже дивиденда, прибыли. То есть, мои деньги участвовали в инвестиции зарубежной недвижимости совместно с Артёмом. Вот, то есть, эффект колоссальный. Я надеюсь, и в дальнейшем привлекать свои, значит, при наличии, вот, появятся свободные финансы, значит, продажи дачи там, земельного участка, ну, миллион, миллиона полтора, может быть, будет ещё. Вот, я обязательно буду прокручивать эти деньги, вернее, использовать инвестиции зарубежную недвижимость, складывать. Ты у нас впереди всех, потому что все остальные ещё не дошли до этого в тренинге. Ты уже просто обогнал всех по инвестициям. Ну, поздравляю, уже получаешь дивиденды, а все остальные только пока что задают вопросы Артёму. Спасибо, Наталья. Ну, я, видишь, я вот, когда у нас видеоурок был, там, о пути к вершине, как добраться, вот там, и у нас вторая база была, так вот, я, это однозначно, так сказать, я, там, мысли Артёма, именно совет Артёма, что при наличии инвестиций мы сможем достичь вершины в десяток раз быстрее, то есть, если не будем инвестировать, мы эту вершину можем, возможно, достичь только за 5-10 лет, там, а при наличии инвестиций этот путь может сократиться 2-3-5 лет, там, в зависимости от вложенной суммы, конечно. Да, замечательно, что ты прислушиваешься к Артёму и следуешь всем советам. Спасибо, Анатолий, за твои развернутые ответы, спасибо за уделенное мне время, успехов тебе в дальнейшем и быстрого движения к намеченной цели. Пока-пока. Спасибо, Наталья, очень рад разговору с тобой, анализу наших действий в тренинге. Спасибо еще раз, до свидания, удачи. Продолжение следует...